Всем привет и добро пожаловать на Cozy Science. Cozy наука или просто такая наука, где мы представляем вам новейшие научные разработки, упакованные в тёплую и простую упаковку. Простите за тавтологию, но вот так вот. Утром голова не работает, кофе недостаточно и приходится выкручиваться как можно. Итак, сегодня вы слушаете 74-й, кажется, уже эпизод. И мы начинаем с некоторого вопроса. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как уровень образования ваших бабушек и дедушек может повлиять на ваше здоровье сегодня? Или как немного больше академической свободы могло бы стимулировать инновации? Что ж, сегодняшний выпуск посвящен скрытым нитям, связывающим образование, здоровье мозга и мудрость? Мы рассмотрим несколько увлекательных исследований, которые могут изменить ваше представление об обучении и его последствиях на протяжении всей жизни. Поэтому возьмите своё любимое одеяло, может быть, чашечку чая, и давайте займёмся наукой после небольшой заставки. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, давайте начнём с того, что близко нашему сердцу – со здоровья мозга в детском возрасте. Исследователи из больницы святого Иуды обнаружили, что раннее вмешательство может значительно повысить долгосрочные академические достижения детей, перенёсших опухоль головного мозга. Представьте себе следующее. Детям, которые уже прошли через многое, оказывается необходимая поддержка на раннем этапе. Это приносит свои плоды в школьные годы, повышая вероятность их успехов в учёбе. Эти мероприятия могут включать такие вещи, как, например, когнитивная терапия или специальная образовательная поддержка, адаптированная к их уникальным потребностям. Каковы результаты этой научной работы? Что ж, больше шансов на успех в школе, что может открыть так много дверей в дальнейшей жизни для этих наших маленьких ангелочков. Но почему это важно, спросите вы? Что ж, потому что успех в учёбе зависит не только от хороших оценок, но и от того, чтобы дать этим детям шанс на полноценную жизнь, несмотря на препятствия, с которыми они сталкивались в раннем возрасте. Это напоминание о том, что правильная поддержка в нужное время может всё изменить. Теперь давайте поговорим о свободе инноваций. Исследования, пройдённые Мюнхенским техническим университетом, показывают, что большая академическая свобода приводит к большим инновациям. Это кажется довольно очевидным, не так ли? Дайте людям свободу, и, например, дайте им свободу исследовать мир без особых ограничений, и они действительно придут к новым захватывающим идеям. Но исследование идёт глубже, показывая, что учреждения с большей академической свободой, как правило, выдают больше патентов и проводят больше инновационных исследований. Речь идёт не только о том, чтобы позволить профессорам, например, делать то, что они хотят. Речь идёт о создании среды, в котором творчество может процветать. И это может оказать огромное влияние на общество в целом. Переходим к тому, что может вас удивить. На ваш биологический возраст и его влияние на уровень образования ваших дедушек и бабушек. Да, мы не осуществились. Исследование, проведённое в университете Дрексел, показало, что более высокий уровень образования у предыдущих поколений связан с лучшими биологическими показателями здоровья и их внуков и последующих поколений. Похоже, что образование может оставить неизгладимый след не только на человеке, который его получил, но и на его потомках. Так что, возможно, ваши бабушки и дедушки увлечённые в учебнике просто молодят вас, по крайней мере, биологически. Далее, давайте поговорим также о мудрости. Что делает человека мудрым? Что вы считаете? Перед тем, как мы расскажем о праве-статейку, напишите в комментариях. Надеюсь, написали. Итак, согласно этому исследованию, проведённому университетом Ватерлоу, люди, которые считают мудрыми, обладают определёнными характеристиками. Они, как правило, непродубеждённые, эмоционально стабильные и способны к сопереживанию. Это исследование помогает нам понять, что мудрость – это не только интеллект или знание, но и то, как мы взаимодействуем с миром и другими людьми. Поэтому, если вы когда-нибудь задумались, почему у некоторых людей такая, скажем, аура мудрости, теперь вы знаете. Итак, почему детям часто бывает трудно сосредоточиться? Следующее исследование, которое было произведено в штате Огайо, и в университете штата Огайо даёт ответы на некоторые вопросы. Оказывается, мозг детей устроен таким образом, что им сложнее сосредоточиться на одной задаче. Все мы прекрасно помним себя детьми. Когда мы не могли усидеть на одном месте, нам нужно было делать всё, что можно, и издавать очень много почемучек. И их мозг, мозг детей, всё ещё развивает способность отфильтровать отвлекающие факторы. Поэтому многие дети могут казаться легко отвлекающимися. Если вы были таким, поставьте палец вверх к этому видео. А если вы не были таким, как вы считаете, было ли это влияние ваших родителей, может быть, влияние окружающей среды в самой школе, или же вы сами как-то к этому пришли. Давайте поизучаем это немного тоже, будет очень интересно узнать. И понимание этой проблемы может помочь, конечно же, родителям и учителям лучше помогать детям сосредотачиваться и учиться, конечно же. И, наконец, давайте поговорим о некогнитивных навыках, таких как настойчивость, самоконтроль и социальные навыки. Исследование, проведённое в Лондонском университете Королевы Марии, показало, что эти навыки также важны, если не больше, чем когнитивные навыки, такие как память и логическое мышление, когда речь заходит об успехе в учёбе. Поэтому в следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам, что знания книг – это всё, вы, возможно, захотите рассказать ему об этом исследовании. Оно показывает, что иногда именно скрытые навыки действительно имеют значение. И вы можете спросить, а какое имеет значение все эти статьи и все эти исследования. Что ж, эти исследования показывают нам, что образование и среда, которую мы создаём вокруг него, оказывают глубокое влияние на здоровье, инновации, мудрость и даже на то, насколько хорошо дети могут сосредоточиться. Речь идёт не только о знаниях, которые мы передаём, но и о поддержке, свободе и окружении, которое мы обеспечиваем с детства до взрослой жизни. А теперь нам бы хотелось бы услышать ваше мнение, точнее, не нам, а мне. Ну, или мне и моему альтер-эго, и моему трипл-айго. Как вы думаете, мудрость приходит больше с жизненным опытом или же с формальным образованием? Делитесь своими мыслями. Давайте поднимем эту тематику. Я считаю, что мудрость, скорее всего, приходит с жизненным опытом всё-таки, потому что мудрость... Что такое мудрость? Мудрость имеет большое количество значений. Мудрость — это либо жизненный опыт, сам непосредственно кто-то говорит. Мудрость — это знание, большое количество знаний, тоже может быть вариантом. Поэтому мне кажется, что всё-таки мудрость приходит с жизненным опытом, Потому что для меня мудрость – это как раз-таки знание ошибок и знание выхода из этих ошибок. Как считаете вы? Давайте развивать эту тематику. И наша новая, скажем так, глава, к которой мы решили добавить, идеи для диссертации. И для тех из вас, кто ищет тему для исследования, почему бы не изучить долгосрочное влияние раннего образовательного вмешательства на здоровье и когнитивные показатели в дальнейшей жизни? Это действительно богатая область, в которой можно многое открыть. И кто знает, может быть вы, именно вы, внесете свой вклад в следующий большой прорыв в педагогической психологии или общественном здравоохранении. И, конечно же, небольшой совет для уже всех нас. В следующий раз, когда вы будете помогать ребенку с домашним зданием или даже просто сами будете читать книгу, помните, образование оказывает влияние далеко за пределами классной комнаты или класса. Оно может формировать будущее, влиять на здоровье и даже в какой-то мере способствовать обретению мудрости. Но это уже большая тематика мудрости, мы не будем заходить глубоко в философию. И, конечно же, прежде чем мы закончим, давайте кратко рассмотрим, что произошло в этот день в истории науки. В 2006 году в Великобритании в рамках национальной программы иммунизации детей, младенцев, была предложена первая вакцина против менингита. Это стало огромным шагом вперед в деле защиты уязвимых младенцев от серьезных инфекций, таких как как раз-таки менингит, которые могут иметь разрушительные последствия. Представьте, сколько жизней было спасено и сколько страданий предотвращено с тех пор, как была введена эта вакцина. А в остальном это все, что можно сказать на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось заниматься этими увлекательными исследованиями. И, конечно же, как обычно, оставайтесь любопытными, будьте в курсе событий и, самое главное, оставайтесь уютными. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»